Подожди, аккуратно. О, посмотрите. О, какой. О, ну, какой хороший. Гэтый лебедь народился на свет два месяца тому. Его батьки – коронные жахары лебедяные сажалки, одного из самых малявнейших кутков Гомельского парка. Выпадок, я кажется, у працовники Палацова-Паркового ансамбля уникальны. Не один, что хваляванию и клопотов хопило усим. Сегодня у нас это праздник для всего Дворцова парка ансамбля. Мы выпускаем птенца-лебедя именно в пруд, который родился. Мы прибегли к методу инкубации с помощью известного гомельского птенец-лебедя. И вот на свет появился этот птенец-лебедя. С момента народжения и до заселения у водоема маленький лебедь жил на даче за городом под пильным наглядом вопытного специалиста. Орнитолог Владимир Адамович Гомен займается птушками с самого дятинства. Праз ягу руки пройшли голубы, паулины, фазаны. А левось с лебедями пришлось меть справу у першыню. Когда ты любишь, само сердце подсказывает, что ему необходимо дать. Вот так, примерно. Даешь даже ту кашицу, которую даешь детенку новорожденному. Получаешь результат. Оно растет, ты видишь это все. Дарычи, имя юному лебедю еще не придумали. Вы решили, что выбирать будут коллективно, шляхом голосования. Обычно у нас имя дает народ. Поэтому мы на сайте напишем конкурс, и сам народ будет давать имена. И чем больше будет за конкретное имя голосования, тогда такое имя мы присвоим этому лебеденку. На сегодняшний день у лебединой сажалцы Гомельского парку проживаются двое черных и три белых лебедей. За здоровьем птушек и херцейонам сочет специальная служба. А администрация парку тем часом настойливо рекомендует не кормить птушек, не призначенным для этого кормом. У замен лебедя будут радовать отпочывальников и охотно позировать перед объективами. Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадо и компания Гомель.